В компаниях, которые занимаются разработкой SOLIDWORKS, часто возникает задача по обмену файлами между сотрудниками, отделами и партнерами компании. Разберем базовые принципы обмена файлами. В первую очередь важно давать деталям и узлам понятные названия и индекс, если в вашей компании не используется система правил для наименования разработок. Если в вашей компании используются специальные индексы и нумерации для деталей и узлов, то важно помнить, что ваши партнеры могут не понять их значение, если будет необходимость поделиться с ними проектом. Дав деталям простые и понятные названия, которые точно описывают их функционал, вы сэкономите время себе и партнерам, исключив разбирательство по поводу назначения тех или иных деталей. Если необходимо поделиться проектом в SOLIDWORKS с сохранением возможности по редактированию, необходимо убедиться, что при передаче файлов сохраняется структура папок, в которых размещены детали проекта. Это необходимо для сохранения связи в сборках при открытии на другом компьютере. Чтобы избежать проблем при передаче файлов, заводите отдельную папку для каждого проекта и изначально размещаете все файлы, связанные с ним, в этой папке. Такую папку в случае необходимости будет легко заархивировать и передать кому-либо без потери связи в сборках. Если есть необходимость перенести проект в другую САПР или программу для работы с графикой, необходимо сделать экспорт нужных деталей сборок. Обсудим наиболее распространенные форматы для экспорта. Для этого нажмем «Файл», «Сохранить как». В строке «Тип файла» можем выбрать разные форматы. Такие форматы, как Photoshop, JPEG или PNG, сохранят файл в виде изображения, текущего отображения детали на экране. Форматы IGES и STEP – универсальные форматы для обмена 3D-моделями между программами. Большинство программ, сработающих с 3D-моделями, могут их открыть. Эти форматы удобны для обмена файлами детали. При сохранении сборок в этом формате могут потеряться зависимости между деталями и их свойствами. И при открытии этого файла в другой программе придется расставлять их заново. Формат STL часто используют для передачи деталей в 3D-печать. Если есть необходимость просто продемонстрировать 3D-модель кому-либо, хорошо подходит формат PDF, при выборе которого нужно поставить галочку на 3D-PDF. Этот формат позволит познакомить кого-либо с 3D-моделью и не давать при этом возможности редактировать ее, либо видеть структуру. Также такую 3D-модель легко открыть в обычном приложении для просмотра PDF-файлов. Также некоторые форматы позволяют обмениваться 3D-моделями и сборками напрямую между программами, например, форматы Rio и Katia. Формат Parasolid позволяет обмениваться твердотельными моделями между SAP-ми, основанными на ядре Parasolid, в том числе КМКЕ-системами. Также сборки и детали можно сохранять в формате шаблонов, чтобы использовать их дальше как основу для разработки других проектов. КОНЕЦ КОНЕЦ